Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. И сегодня у нас в гостях доцент кафедры радиотехнических систем РГРТУ Иван Халопов. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Иван, расскажите, пожалуйста, о жизни молодых ученых в нашем городе. Жизнь молодых ученых в городе Рязани несколько изменилась после 19 марта 2013 года, когда Совет молодых ученых выступил с инициативой о создании в городе Рязани 10 проектных мастерских. Инициатива была поддержана губернатором, и при каждом из вузов было создано по 2 проектных мастерских. Их задачей является решение социальных проблем, наиболее остро стоящих перед городом. К таким проблемам относятся проблемы наркомании, алкоголизма, ответственности власти, повышение правопорядка в городе. Какие еще работы проводятся вашими коллегами и присутствует ли поддержка властей? Ну вот частично я уже рассказал о том, какие проводятся проекты в других вузах, по каким направлениям работают ребята. А в нашем вузе, и нам досталась тема повышения правопорядка в городе, мы решили несколько сузить задачи исследования, поскольку вуз имеет несколько посредственное отношение к проблемам безопасности, и выбрали проект «Безопасная дорога в школу», так мы его назвали. Мы считаем, что если мы сможем обеспечить безопасность детей на улице города, то будет хорошо как детям, так и взрослым. Что касается поддержки властей, то 18-19 мая в этом году Аркадий Васильевич Фомин и ректор РГМУ Роман Евгеньевич Калинин представляли на форуме партийных проектов «Единая Россия» в Москве два проекта. Один из них уже реализуемый, называется он «500 бассейнов», и в качестве проекта, который в будущем, может быть, дойдет до реализации, был наш проект. Вот расскажите немножко поподробнее о проекте «Безопасная дорога в школу». Почему именно этой темой вы вплотную занялись? Ну, как я уже отметил, тема просто повышения безопасности в городе была для нас слишком широка. Остановились на той проблеме, которая, я думаю, волнует большинство граждан, поскольку у всех из нас есть дети, внуки, а у кого-то даже и правнуки. И мы хотим, чтобы их нахождение на улице было безопасным. Мы в любую минуту знали, где они находятся, что с ними все в порядке. Сам проект «Безопасная дорога в школу» основан на обобщении общероссийского и мирового опыта в решении проблем безопасности. И наша проектная мастерская выделяет несколько этапов для реализации проекта. Во-первых, мы бы хотели, чтобы в средствах массовой информации появилось больше роликов, направленных на проблемы безопасности молодежи на улице города. Это и социальная реклама, и возможность сюжета, который показывает, что в правонарушениях, как это часто нам диктует телевизор, не так много романтики, а сколько это тяжелый груз ответственности, и в будущем может быть испорчена жизнь. Это, наверное, первая мера. И, опять же, от общественного мнения зависит то, как родители, уже сейчас используя доступных средств, могут повысить безопасность своего ребенка. Мы хотим, чтобы внимание уделилось такому средству повышения пассивной безопасности, как светоотражающий браслет или наклейки на одежду ребенка, поскольку в связи с тем, что наша страна сейчас живет зимой, тоже по летнему времени, светает достаточно поздно, в 9 часов зимой, и дети по дороге в школу переходят дорогу в темное время суток. Хотелось бы, чтобы в свете фара автомобиля ребенок был заметен. Ну и вторая мера. Почти все операторы, или даже, наверное, не ошибусь, если скажу все, сотовые связи Резонской области поддерживают услугу пеленгации объекта, владеющего сотовым аппаратом, и могут выслать родителям в виде ММС-сообщения или сообщения по электронной почте карту, где есть точка с указанием местоположения их ребенка. Вот это первый этап. Второй этап направлен на разработку для каждой школы так называемой карты безопасных маршрутов. Такие карты разработаны в школах таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, и в крупных городах Сибирского федерального округа. Что это собой представляет? По результатам опроса родителей учащихся составляются основные маршруты движения школьников в школу и проводится анализ опасных факторов. То есть какой-то маршрут может быть более опасным, какой-то менее опасным. Такая карта в виде графического представления, вешающихся в школе, и школьники и их родители могут ознакомиться, каким путем до школы идти предпочтительным, более предпочтительным, каким менее предпочтительным. Ну, развитие этой темы мы видим в создании, как мы ее называем, некой памятки школьника, небольшого качественно оформленного полиграфического издания, ну, наверное, формата А6, который можно вручить каждому школьнику, и где будут перечислены основные опасные факторы, ну, например, нападение собаки, присутствие незнакомого человека, который предлагает с ним проехать в машине, нападение хулиганов, и как себя правильно в этой ситуации нужно вести, чтобы специалисты в каждом области дали свои рекомендации. Следующая мера, это у нас будет уже третий этап, направлена на безопасное пересечение нерегулированных пешеходных переходов. Ну, вот часть школ в центре города всеми этим средствами уже оборудованы, это искусственные неровности, ну, в простонародье лежащие полицейские, это знаки ограничения скорости, современные, со световозвращающими элементами. Ну, мы хотели, чтобы у ближайшего к школе нерегулированного пешеходного перехода, все эти средства были. И вторая проблема здесь, это освещение пешеходных переходов качественное, вот, чтобы водители ночью и в условиях плохой видимости, дождь или туман, могли опять ребенка, который, как правило, если это школьник начальной класса, то он небольшого роста, могли его вовремя заметить и снизить скорость, не допустив наезда на пешехода. Вот, если финансирование проекта будет продолжаться, вот, то как развитие мы видим установку средств объективного контроля, прежде всего камеры видеонаблюдения. Во-первых, они позволят контролировать скоростной режим на тех же пешеходных переходах, а во-вторых, если мы сможем обеспечить обзор школьного периметра и хотя бы вот этих ближайших маршрутов школьников от учебного заведения, например, до остановочного пункта, вот, то на начальной этапе охранник в школе, выполняя функции диспетчера, может посмотреть, что, какие опасности происходят вокруг школы, ну, какие могут быть варианты, вот, что в городе происходило, стаи бродящих собак, если это на окраину города, вот, компании неадекватных подростков или подвыпившие компании, чтобы можно было оперативно принимать меры. Ну и в дальнейшем, поскольку во всех городах Российской Федерации населением свыше 100 тысяч человек с 2010 года действует федеральная ЦВА-программа «Безопасный город», возможно, что информация от всех этих школ будет аккумулироваться и выдаваться как на единый диспетчерский пункт принятия решений, так и вводиться на районные воды для межведомственного взаимодействия всех служб и оперативного принятия решений. В общем-то, я смотрю, работы у вас достаточно много. Ну да, только это у нас пока в плане оформлено выводов и рекомендаций. Вот с чего же все-таки началась именно ваша деятельность в проектной мастерской? Ну, в конце марта мне позвонил председатель Совета молодых ученых РГТУ Александр Александрович Дягилев, вот, с предложением поработать над социальной сферой города, поучаствовать в проектной мастерской. Я пришел, меня познакомили с коллективом молодых ребят, которых уже собрали, вот, и по результатам голосования меня назначил руководителем проектной мастерской. Вот с этого все и завертелось. У нас было два выступления в Доме общественных организаций, где мы с тогда еще нашим несколько сырым проектом выступали, вот, выслушали замечания и критического характера, вот, и к части из них мы прислушались и считаем, что после этого проект только выиграл. Иван, поделитесь с нами своими планами, что бы вам в первую очередь хотелось реализовать? Ну, из перечисленных планов, скорее всего, хотелось бы видеть освещение средств массовой информации в городе Рязань, проблем безопасности школьников, вот, и реализации тех мер, которые направлены на безопасное пересечение проезжей части, поскольку с каждым годом у нас интенсивность дорожного движения только возрастает, вот, и дети, которые часто не в состоянии среагируют на быстро меняющуюся обстановку, опасность, чтобы они были в первую очередь защищены, а если будет безопасным детям, будет безопасным взрослым, от этого наш город только выиграет. Спасибо вам большое за беседу, сегодня с нами беседовал Иван Холопов, доцент кафедры радиотехнических систем РГРТУ, мы с вами увидимся на следующей неделе, всего вам хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова